Всем привет дорогие друзья, с вами Марс, мы продолжаем проходить квесты Деидрических Принцев Скайрима. Сегодня у нас на повестке дня Вермина. Это Деидрический Принц, чья сфера сны, кошмары, пытки и дурные предзнаменования. День Призыва Вермины 9 число месяца Восходящего Солнца. Это принц Деидра, чаще всего изображающийся в виде женщины, в роскошном платье и посохом в левой руке. Обратившись к ней, в святилище можно получить Деидрический артефакт, череп порчи, за которым мы собственно и будем охотиться в этой серии. Для того, чтобы начать этот квест, нам нужно просто прибыть в Данстар. Сейчас собственно этим и займемся. Данстар это интересный город, в котором сразу два Деидрических Принца могут дать нам их квесты. Вот так вот. Для тех, кто не в курсе, Данстар это один из самых крайних городов Скайрима. Он на одном уровне с Винтерхолдом и Солитюдом. Один из самых холодных городов Скайрима. Если вы... Если вы используете мод Frostfall, то вам стоит одеться потеплее, потому что природа тут суровая. Собственно, добро пожаловать в Данстар. Пришли мы под вечер, но скрипты должны сработать. Тёмный Сэм. Ну гуляй, гуляй. Вот там он собственно находится, музей. А нам нужно прийти куда-то сюда, к Думу Ярла. Для того, чтобы услышать диалог. Он гордится своей службой, Скальд. Легион научил нас верности. И мы верны Данстару. Смотрите у меня. Если я перехвачу от вас хоть одно письмо генералу Тулию, обоих казню. Ты в порядке? У тебя усталый вид. Всё хорошо, Хорик. Просто... Тебя не беспокоит эта война? Нет. Если придётся драться, будем драться. И ты поведёшь нас к победе. Как и всегда. А ты будешь рядом со мной, верно, Хорик? Конечно. Как же иначе? Вот и ушли старые солдаты на покой и прожили остаток жизни в достатке, да? Если знаешь кого-то из истинных сыновей и дочерей Скайрима, скажи им, пусть идут в Винхельм. Ульфрик Буревестник хочет их видеть. Ну вот, собственно, это был один из лучших диалогов про гражданскую войну. Именно его я вам хотел и показать. Никакой пропаганды, просто два старых солдата. Но, по-моему, это неплохо. Мне нужна таверна. Нужно что-то? Таверна мне нужна. Вот, по-моему, это и есть она. Если там не магазин, конечно. По-моему... По-моему, это таверна. Нет, это не то. Сука, давно я не был здесь. Где же таверна? Не там однозначно. Значит, где-то сверху. А, вот она. Потерянный человек. Не иначе. Мне нужно бежать из этого города. Прошу тебя, Иргнер, возьми себя в руки. Это всего лишь сны. Эрандур, ну, скажи ей. Послушай свою подругу. Это всего лишь сны, дорогая. Уверяю тебя, это вполне нормально. Все время один и тот же сон. Думаешь, это нормально? Это зло, говорю тебе. Эрандур, в ее словах есть смысл. Ты говоришь, что эти сны безвредны. Но что, если это знак? Дай ему сказать. Он хочет нам помочь. Успокойтесь, прошу вас. Я делаю, что могу, чтобы прекратить эти кошмары. А пока все, о чем я прошу вас, это оставаться сильными и довериться госпоже Маре. Я... Я попробую. Спасибо. Что без... И что же тебе понадобилось? Ну, а расскажи, что происходит с здешними жителями. Весь город одолевают ужасные ночные кошмары. Жители в большой опасности. Но боюсь, я мало что могу для них сделать. А ты сама когда-нибудь отбивалась от бандитов, как в твоих рассказах? Ну да, я дралась однажды рядом с твоей мальчиками. Вообще-то сны — это не явь. Ну, что мы вообще можем сделать? Эти сны — видения, созданные владычицей Даэдра Вермины. Она пожирает наши воспоминания, а взамен оставляет кошмары. Они как кашель, который указывает на серьёзную болезнь. Я должен сорвать её путы с этих людей, прежде чем их души будут непоправимо искалечены. Так и какой твой план? Мне нужно вернуться к источнику проблемы — храму призывателей ночи. Может, ты хочешь мне помочь? Да. Что ты имеешь в виду под «вернуться»? Ты уже там бывал? Я и так уже много сказал. Если кто-то услышит наш разговор, начнётся паника. Я просто прошу тебя довериться мне и помочь спасти Донстар от кошмаров. Хорошо, я доверюсь тебе. Чем я могу помочь? Чудесно. Госпожа Мара будет довольна. Храм призывателей ночи стоит недалеко от Донстара. Идём, нужно спешить. Расскажи мне про Вермину. Вермина обитает в странном царстве под названием Тресина. Это страна кошмаров, где реальность искажается невозможным образом. Из своей цитадели она тянется за нашими воспоминаниями, оставляя за собой видение ужаса и отчаяния. Зачем ей наши воспоминания? Кто знает. Может, она коллекционирует их и выставляет в магической галереи как предметы безумного искусства? Как бы то ни было, её намерения отнюдь неблагие. Обещаю, я отвечу на все твои вопросы. Иди за мной. Всегда с тобой приятно поговорить. Погнали. Нам нужно следовать за ним до Храма призывателей ночи. В начале видео вы увидели башню. Мы идём именно туда. Он рассказывал о том, что башню эту называют также башней рассвета. И что она пустовала, пока там не устроили собственно убежище культ призывателей ночи. Этакие фанатики госпожи вермины. У входа нас будут ждать два тролля. Два ледяных тролля. Поэтому стоит приготовиться к бою. Он неплохой маг и неплохо орудует булавой. Однорущенный. Мы можем ему довериться в крайнем случае. Там вот вижу летает ледяное привидение, но мы его трогать не будем. А, три тролля. Я чё-то всегда думал, что тут их два. Да ладно. И мы, по-моему, не сможем зайти в эту башню, собственно, не получив сам квест. Прежде чем мы войдём, я хочу предупредить об опасностях, которые ждут внутри. Много лет назад на храм напали одержимые местью орки. Их одолевали кошмары, так же, как теперь жители Донстара. Удалось ли достичь им цели? Нет. Зная, что им не одолеть орков, жрецы Вермины выпустили так называемые миазмы и погрузили всех в сон. Так почему это опасно? Они ведь спят. Я боюсь, что когда мы откроем врата, миазмы выветрятся, и тогда они все проснутся. И орки, и жрецы Вермины. Что это вообще такое? Миазмы были созданы жрецами Вермины для их ритуалов. Это газ, который погружает жертв в глубокий сон. Поскольку ритуалы длились месяцами и даже годами, миазмы замедляли процесс старения. О как! Этот газ опасен? К сожалению, к сожалению, да. Чем дольше человек дышит миазмами, тем более страдает его разум. Те, кто долгое время подвергались их воздействию, полностью теряли рассудок. В некоторых случаях люди просто не просыпались. Ясно. Когда мы войдем внутрь, все станет ясно. Ну что ж, поехали. Да, сын мой. Чем я могу помочь? По сути, ничем. отворяй. Сюда, сын мой. Дай мне всего пару минут и я открою эту штуку. Вот и все, печати сломаны. Теперь я покажу тебе источник кошмаров. Сюда. Черепорчи. Посох вермины. Проклятие. Проклятие. миазмы вообще-то невозможно интересно думаю есть способ преодолеть барьер но я должен проверить их библиотеку и убедиться похоже ты невероятно много знаешь об этом месте полагаю уже нет смысла скрывать правду он был одним из них мои познания об этом храме происходит из личного опыта когда-то я был жрецом вермины почему ты держал это в секрете когда на храм напали орки я бежал бросил своих братьев и сестер умирать последние десятилетия я провел в раскаянии пытался искупить вину служа мари и благодаря ее доброте я исправлю свои ошибки что ж начнем у меня все еще есть ключ от библиотеки как только приготовишься мы пойдем я готов нужно спешить вы должны как можно скорее уничтожить череп это квест довольно длинный но я думаю мы вложимся в одну серию тем более с учетом того что я знаю что делаем она вон там открывай осторожно внутри наверняка есть и другие пробужденные открывай но в в в добивать лежачих такая прелесть особенно для такого скотского персонажа как я которыми я играю точнее теперь когда все на чистоту давай найдем информацию которая мне нужна что мы ищем мы ищем книгу с алхимическим рецептом под названием с нахождение на обложке изображена вермина книга должна быть где-то здесь окон посмотри на полку что на балконе а я поищу на нижнем уровне блин я понял я вот она эта книжка да сын мой дайте посмотрю слава мария есть способ пройти сквозь барьер во внутреннее святилище нам поможет жидкость под названием апатия вермины это своего рода зелье верно да апатия позволяет жрецам вермины ходить по снам с помощью снов они могут попасть в места недоступные нам в реальном мире это это восхитительно да поразительно алхимия и благословение богини слились материальную жидкость круто правда мне пока не приходилось видеть ее в деле то есть я стану твоим подопытным я жрец мары на меня эликсир не подействует апатия работает только для жрецов вермины и мирян ну к ты знаешь где ее найти по моему в восточном крыле есть лаборатория возможно там мы найдем образец но пошли лаборатория рядом с библиотекой надеюсь мы найдем не загрязненный образец апатии надеюсь не успел хорошо с ними покончено теперь нужно найти апатию как она выглядит она должна быть небольшой бутыли вроде зелья я начну поиски здесь понял апатия находится в высокой бутыли это темная жидкость если найдешь ее принеси мне на держи да сын мой удивительно что тебе удалось найти нетронутую бутыль такое ощущение будто здесь бушевали орки что ж я привел нас сюда на тебе предстоит вести нас остаток пути пей здесь судьба данстара зависит от этой маленькой бутылочки чем дольше мы ждем тем больше вреда вермина причиняет невинным людям я понимаю твои сомнения но обещаю что это сработает я тебя понял давай продолжим нам еще столько всего надо сделать ну что ж давай про брат брат верен орки ворвались во внутреннее светилище нельзя отступать они не получат череп не позволим но нас осталось так мало брат тогда у нас нет выбора мы выпустим миазмы миазмы но брат у нас нет выхода такова воля вермины ну а ты брат коземир готов ты исполнить волю вермины ты был одним из тех кто все это заварил нам да начнем решено брат коземир ты активируешь барьер и выпустишь миазмы ничто не должно тебя остановить мы должны остаться из да я все понял доску да будет выпустить миазмы они там голыми руками просто дрались вот это вообще отбитые ребята давай я пока еще можешь черта с два не сдадутся так просто тут кто-нибудь есть пора покончить с этой глупой игрой и мы оказались по эту сторону барьера череп порчи уже совсем близко сработало слава мария твое тело исчезло а потом материализовалась на другой стороне такого мне еще видеть не доводилось такое чувство будто все это в реальности происходило я тебе завидую могу представить как это захватывающе видеть историю чужими глазами мне остается лишь читать об этих чудесах в процессе исследования черепа мы обсудим это позже нам нужно двигаться вперед верно мои воспоминания о коварстве вермины не должны отвратить тебя от твоего задания прошу прощения впереди внутреннее святилище мы должны добраться до черепа и положить конец несчастьем данстара веди друг мой такое чувство кем-то ты там не удалось череп и уничтожить его вперед это тоже не встанет спокойной ночи мертв вот этот жив пора тебе на покой так я пока не все верно все верно это еще что за нахер кого-то поломались текстуры ладно спи не дергайся постой тарик вы живы разочарован к зиме а это он позиний рашу это имя я эран дур жрец мары ты предатель ты оставил нас умирать и сбежал прежде чем миазмы добрались до тебя нет я испугался я не был готов уснуть довольно лжи я не позволю тебе уничтожить череп жрец мары что ж ты не оставляешь мне выбора смотрите смотрите прости меня вермина как ты мог эран дур заперу мне меч понравился с расширенной кузницы вот собственно у них вот такие вот прикольные балахоны а ёпта такие вот забавные балахоны одеяние вермины прикольная такая одежка знал верены и торыка они были моими друзьями это наказание за мое прошлое мара так ты караешь меня да хер его знает они пытались убить нас если бы им это удалось судьба дан стара была бы предрешена у тебя удивительный взгляд на происходящее пора череп нужно уничтожить отойди немного я проведу ритуал данный мне госпожой марой сначала снимем барьер заклинания сейчас у нас есть выбор мы можем убить его и заполучить череп или не убивать его он уничтожит при этом череп порчи и квест будет и так и так закончено череп голоден он жаждет воспоминаний чтобы превратить их в кошмары подари мне силу чтобы прорваться за этот барьер и отправить череп в глубины обливиона он обманул тебя когда ритуал завершится череп будет свободен и Эрандура вернется против тебя это неправда быстрее убей его сейчас убей его и утверди свою власть над черепом вермина приказывает тебе все кончено череп теперь мой все кончено мы получаем посох под названием череп порчи наносит 20 единиц урона собирайте у спящих сны и вы будете получать дополнительный урон к этому черепу собственно он может заряжаться при помощи как и камней душ так и если мы будем его юзать по спящим людям выглядит он очень и очень странно но при этом довольно зловещий и подходит к такой кровожадной владычице собственно череп порчи еще один артефакт в нашу копилочку что ж дорогие друзья на этом пожалуй и все мы получили артефакт под названием череп порчи мы прошли квест в дан стария под названием ходячий кошмар вермина можно поставить галочку всем спасибо за просмотр с вами был марс до новых видео всем пока